Аудзу виллахи мня шейтану рожью бисимляхи рахмани рахиму, альхамду виллахи рабдилла, аминь, ас-сулату, ас-саламу, аля мухаммадин, аля алихи, аля алихи, ас-сахбиха, аджмайин, ам-а-бад. Продолжаем говорить о Сирии. Значит, перед тем, как начать, я как бы решил сегодня сделать небольшое вступление. Я думаю, будет полезное. Вступление смысла — это вопрос фитон. То, что происходит, на самом деле, испытание для мусульман, для всех или в частности кого-то, как Всевышний Аллах в Коране говорит, то, что ваши дети и ваше имущество — это для вас фитон. И как Му'катир сказал, это имеет в виду боля, то есть испытание. И то, что человек отвлекается от ахирата. Значит, наши дети, наше имущество для нас будет таким методом фитна. И как пришло в достоверном хадисе, то, что паса Николай, когда он хутбу на мимбаре, он увидел Хасанова Хусейна и на них одежду красного цвета. И когда он их увидел, спустился с мимбара, взял их и поднял на мимбар. И зачитал эти аяты. То, что ваши имущества и дети для вас фитной. То есть, и он говорит, я их увидел и не смог выдержать. То есть не сбежал с опасания к Аллаху, саляму, и спустился аж с мимбара, чтобы их поднять. Проводится от Ибдума Сорда то, что он сказал. Пускай никто из вас не прибегает к Всевышнему Аллаху за помощью от фитны. То есть не просите у Всевышнего Аллаха помощи, чтобы он вам помог остеречься фитны. Однако, почему он говорит? Потому что каждый человек, он по-любому испытан. Каждому человеку какая-то доля испытания происходит. Фитны. И поясняет этим аятам то, что ваше имущество и ваши дети, ваши дети это уже фитна. И после этого говорит. А тот, кто прибегает за помощью Всевышнему Аллаху, тот пускай прибегает Всевышнему Аллаху от заблуждений или тех фитн, которые могут привести к заблуждению. Значит, хочешь ты не хочешь, ты уже испытан. Ты будешь испытан Всевышним Аллахом. Твоим же имуществом, которое ты столько зарабатывал. Или твоими же детьми, которые ты столько желал, чтобы они у тебя были. В другом месте Всевышний Аллах говорит. И мы сделали вас друг другом фитной. То есть ты, брат, и другой брат, который рядом сидит. Вы друг другу уже фитна. Всевышний Аллах говорит. То, что каждый человек друг другу фитна. Как ученые поясняют, как это понять. Как это понять. Оно понимается так, то, что Всевышний Аллах испытал богатого бедным. То есть если человек богатый, это уже испытание для бедного. Это по любому испытание. И каждый кто-то либо богат, либо бедный. Точно так же. Сильный перед слабым. Это то же самое испытание. Кто-то из братьев сильный, а кто-то из них слабый. Это тоже уже испытание. Точно так же Всевышний Аллах испытал знающим и незнающим. Как Ибнурн Каим поясняет и говорит. Испытание будет для знающего. А это когда знающий доносит. А к нему неуважительно относятся. Когда им приходится терпеть. Это действительно сложно. А незнающему какое испытание перед знающим. А незнающему. А это испытание последует ли он за знающим или нет. Это тоже испытание. Точно так же испытание было посланникам. Когда они приходили. Даже родители не принимали. Как мы на том уроке объясняли. Рассказывали за Ибрагима алейхи салям. То что его отец не принял с чем пришел Ибрагим. Это было испытание даже и для пророков. Такое же испытание бывает для правителей. И те, которые обязали себя подчинять правителю. Это тоже испытание. Точно так же испытание муж и жена. Они всегда бывают друг другу испытанием. И точно так же испытание бывает. Кафир и мусульмане. Всевышний Аллах испытывает. И поэтому каждый кто сидит. Каждый человек. Он чем-то бывает постоянно испытан. Может в какой-то период. Или в каком-то периоде более сильный. Чем в другом периоде. И поэтому Всевышний Аллах здесь в одном из аятов говорит. Приводится то, что они сказали. Нух. Те, которые не последовали за Нухом. Нух минуляка ваттаба'ака аль арзалюм. Неужели мы за тобой последуем, Нух? Мы за тобой неужели последуем? Тот момент, когда последовали за тобой. Самый низкий слой людей. Бедные, слабые. А мы богатые, знатные. То есть хотят сказать. Мы богатые. За тобой последовали слабые, бедные. Если мы уверуем в тебя. Мы станем одним уровнем. А между нами есть разница. Мы богатые, знатные. А вы никто, ничто. Это испытание было. И это им не позволило уверовать пророка. Нуха, алейхиссалям. То есть и во многих аятах Всевышний Аллах вот эти картинки показывает. То, что богатые, знатные не могут уверовать. Потому что после того, как уверуют, они понимают, что будет все одинаковое. И это один из примеров того, что богатые, на самом деле у них тоже фитна относительно бедных. И Всевышний Аллах, когда сказал, Мы друг другу сделали вам фитну. И после этого слова Всевышний Аллах говорит, А вы проявите терпение? Сразу же Всевышний Аллах. Вопрос стоит терпение. И Ибн-Ул-Каим, рахмаху Аллах, говорит, И тот человек, который был испытан, нету ему лечения, кроме как одно лечение, а это собр. И также Ибн-Ул-Каим говорит, если мы обратим внимание, после того, как Всевышний Аллах сказал, мы друг другу фитна, сразу слово ставит собр. Аллах связал слово фитна с собром. И нет другого лечения, Ибн-Ул-Каим говорит. Поэтому мы должны понимать, что один главный смысл, когда пришла фитна, лечение самое сильное, а это собр. И потом в другом месте Ибн-Ул-Каим говорит, поясняет, что когда эта фитна проходит, вон там проявляются мусульмане. От нифака, лицемерия, или от чистого имана, верия. Вот в этих фитнам, как бы, очищаются, как сегодня термины говорят, очищаются ряды. Фитна на самом деле, она бывает двумя видами. Фитна, шубугат и шагават. То есть фитна бывает, когда человек следует своим страстям. Это фитна, это одна из причин фитны на самом деле. И вторая, шагават своим страстям. Шубугат, это когда сомнениям он следует сомнениям, когда какие-то сомнительные доводы берет. А шагават, это свои страсти. Это два основных аспекта, из-за чего происходит фитна. Основные аспекты, из-за чего происходит фитна. Либо человек следует за своими страстями. То есть, скажем сегодня, если человеку знатному нужно уверовать, то ему придется прекратить делать грязные вещи. Он не хочет прекращать этого. Он не хочет принимать ислам, потому что он знает, ему не нужно будет потом пить, курить. И все грязное. И вот это тормозит. Как я сейчас делаю намаз? Я должен все это оставить? То есть, обрати внимание. Он верует, что это истина. Но шагават и его страсти не позволяют взять эту истину. Точно так же, шубугатом сомнениям. Когда человеку приходит довод, он не может взять его, потому что после этого ему люди скажут. Или подумают еще что-то. то есть, когда приходит истина, он ее не берет. Это два основных аспектов, на самом деле, вопроса фитны. И сегодня, например, скажем, как в практикуемых примерах, на самом деле, это большая фитна происходит, когда человек говорит, я... или осуждает человека. Осуждает человека, правильно сказать. И если просто это обходилось бы осуждением, и на этом все заканчивалось, было бы легко. Однако происходит, на самом деле, фитна. На самом деле, человек не успокаивается. Или все несправедливы. Если человек встает и говорит, это без меня суд был сделан, я там не присутствовал. Как вы можете решать какое-то действие, не послушав вторую сторону? Это несправедливо. Вы несправедливы. На самом деле, такие вопросы, как тот пример, который сейчас я сказал, нужно справедливо тоже подкрыть. Перед тем, как ты говоришь вещь, что тот человек или иной несправедлив, за то, что он не послушал тебя, и сделал хокум шариатовский. Надо знать, что изначально в шариате вопрос, чтобы вторую сторону слушать, это из разногласных вопросов. Когда пришла одна женщина, посланник Аллаху, саллиллаху, 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 она сказала, да я вторую сторону тоже послушаю. Быть может, там на самом деле там не так вся картина стоит. Где вторая сторона? Поэтому уалима изначально разногласились в вопросе слушать вторую сторону. Нужно ли вообще вторую сторону слушать или нет? Или в каких случаях можно, в каких случаях нельзя? И как минимум, скажем, а пусть вся вторая сторона не хочет слушать, не хочет прийти вообще изначально. Из-за этого есть шариати такое, если вторая сторона не приходит, то без него по-любому суд идет. Обычно его насильно приводят. Обычно вторую сторону, если вторая сторона не хочет, насильно его приведут. Но это когда есть закон исламский. Как сегодня, например, мы видим, по телевизору видят, тому, кому суд делают, его приводят на ручниках, ставят на суд и уводят его. То есть есть люди специально этим заняты. То же самое в исламе оно. Но если человек не хочет приходить, что, сюда не будем делать, что ли? Эта картинка сегодня очень часто особенно такая. Я не хочу идти. Но везде я буду работать. То есть изначально вопрос сам как вас или в основе в своем вопросе. Прийти в вторую сторону слушать, не слушать, большие возмущения делают. Вначале действительно подойдет со стороны шариата. Нужно ли слушать или не нужно? В каких случаях нужно, в каких случаях не нужно? И справедливо давая оценку. А то с одной картинки происходят такие фитнес большие очень. Очень большие фитнес происходят из-за одного какого-то вопроса. И как изначально мы всегда говорили, перед тем, как начинаешь обвинять, громко говорить, узнай сторону шариата и не торопись. Узнай сторону шариата и не торопись. Также из тех, кто, что я хотел обратить внимание сегодня, а это когда братья говорят, просто на самом деле разговор происходит и от этих разговоров большой тут происходит. Когда идет вопрос давайте объединяться или Аллах приказал объединяться или еще что-то. Да с этим никто не спорит на самом деле. С вопросом объединения никто не спорит. Когда Усмана убили, Али не спорил, что нужно наказать, кто убил Усмана. Разве кто-то с этим спорит, что нужно наказать того, кто убил Усмана? Однако Али когда затягивал процесс, это был из-за того, что нужно было какой-то этап пройти, чтобы выполнить закон Аллаха. А это наказать виновного. Значит смысл Али не отрицал, что нужно наказывать виновных. Однако смысл другой был. Как к этому прийти? Тоже самый вопрос. Смысл объединения никто с этим не спорит. Вопрос как к нему прийти? Вопрос также еще как объединяться или на чем объединяться? Один сидит говорит нужно идти только митинги делать. Второй говорит идти нужно только партии залазить. Третий говорит еще какую-то свою позицию выдвигает. А потом к этому ставит какие-то дороги которые к ним приблизятся и свою цель осуществить. И у каждого своя картинка своя цель. И самый главный аспект что происходит? Что после этого когда каждый свою позицию взял он говорит мы обязаны объединиться. а там в скобках в стороне у него одно на том то что он. И потом он дальше продолжает и говорит а тот кто не объединяется тот на самом деле фитна или несправедлив или осушается приказа Аллаха. Поэтому когда человек говорит надо объединяться на самом деле с этим никто не спорит. Просто вопрос на чем объединяться и как к этому приходить как это осуществлять это очень важный вопрос. И лично я например я так считаю я к этому склонен то что если грубо говорить лучше не объединяться чем объединяться а потом рассоединяться что после этого никогда ты не объединишься. Лучше дать время чтобы в действительности люди подготовились прошли какие-то этапы жизненные и каждый из сидящих проходит какие-то этапы. То есть из этапов могу привести сегодня один человек например строго настроен идти воевать а второй строго настроен не идти воевать а третий какой-то нейтральный а четвертый строго настроен только митинговать а пятый строго настроен только партии строить и каждый из этих перечисленных людей с одной позиции какое-то время на другую позицию переходит потом на другую позицию переходит потом на четвертую позицию переходит столько позиций меняет 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 это есть как бы скажем оставление пока человек на самом деле в себя не придет или не поймет многое то что не понимает поэтому здесь как я прежде говорил нужно обязательно и это мы взяли вещь это изучение как делал посланник Аллаху нам еще надо придумывать нам не нужно придумывать что-то потом спотыкаться нам надо просто посмотреть что-то делал посланник Аллаху это был для нас лучший пример эта тема связана с Сирой как сам действовал посланник Аллаху какая его дорога была поэтому не проблема как на самом деле действительно обидно унижение находимся но как я говорил нету проблем действительно какое-то время унижение находиться перед большим большой радостью не проблема и здесь как бы самый важный из того что я хотел затронуть это когда братья говорят приведи довод на тот или иной аспект есть вещи на самом деле братья тяжело привести не то что довод я как пример приведу например да есть места там не довод как довод шариатовский нужен а есть места на самом деле там нужно понимание там нужно понимание и в пример могу привести один из примеров например возьмем скажем элементарно такой простой пример строить мечеть например скажем давайте строить мечеть вопрос будем ставить где строить мечеть где строить мечеть один брат говорит давайте строить на пятачке другой говорит давайте строить в центре третий говорит давайте строить в городке и например скажем четвертый скажет вообще не нужно строить давай вот так пример то есть и мы когда посмотрим каждый который что-то говорит вот если первый который сказал давайте построим на пятачке второй ему скажет приведи дариль это будет правильно что ли как понять приведи дариль в такой картинке с хураной и суноч я приведу дариль что на пятачке нужно строить мечеть да это какие рамки поэтому есть картинки там невозможно сказать приведи свой дариль поэтому здесь можно сказать как бы дариль с той стороны не как шариатовский а как аргумент на чем-то основывался что ты предполагаешь что он уже строит пятачке и не более и поэтому одновременно все они правы не могут быть но в тот же самый момент все эти четыре человека могут быть правы в свое определенное время то есть есть время нужно сказать нельзя строить мечеть не то что нежелательно нельзя сказать даже есть места когда мы очевидно знаем что только начнется строить или когда она построится ее разрушат и на это есть много аргументов в той или местности или где-то нужно сказать в центре строить через каждую на пятачке в центре никого нет все на пятачке собираются значит на пятачке нужно а другой говорит нет надо в центре потому что в центре никого нет и кто-то был нужен в центре и каждый стоит аргумент то есть здесь я что хочу указать когда человек какое-то решение сделает в этом случае либо не надо строить мечеть либо нужно строить в каком-то местности человек возмущается и говорит какой твой долиль или он не прав и грубую ошибку делает там нет долиля там какое-то личное видение может быть отталкивая от местности и этот пример как пример но таких примеров много братья таких примеров много то что сегодня во всем мире происходит в больших частях стран происходит такая проблема и поэтому ты когда человеку подходишь и говоришь можно ли кто-либо сделать действие и он тебе говорит нельзя или можно ты обижаешься уходишь какой у него долиль что он там говорит брат вещь когда человек который оценивает всего лишь как свое личное видение он к этому действительно столько лет например учился как-то к этому пришел как он может в одно мгновение тебе десятки лет которые человек учился вот за секунду перебросите в голову как компьютер с флешки на компьютер на держи и понимай теперь все поэтому если ты доверяешь человеку если в этом всего лишь вопрос значит доверяй ему а если не доверяешь то вообще не подходи не нужно после этого подходить человеку и уходить а потом за ним фитнес делать не нужно после этого говорить и потом за него Потому что человек Учится Влаживается И он какое-то понимание имеет И как я говорил Человек например говорит Да ты не понимаешь эту местность Или ты много что не знаешь Или еще что-то Я там был, а ты там не был Вопрос брат Когда ты там был Или когда ты там есть И когда ты говоришь, что ты понимаешь А тот не понимает Как ты стал понимать Или ты когда приехал Своими глазами увидел, ты говоришь я там был Что ты там увидел И когда ты что-то видел Ты с чем сравнивал Или есть ли у тебя инструмент То вообще с чем-то сравнить У тебя всего лишь простое эмоциональное Эмоции Я так думаю, как это так И не более Поэтому в таких случаях Нельзя брать Так строить вещь Если в действительности человек увидел Если ты ему доверяешь Скажи я ему доверился Он свое видение сказал Но не нужно потом после этого За личность делать фитнес И здесь надо знать То что Если сегодня, скажем Проходит человек Ну Чем больше братьев, так скажем Тем больше происходит проблем фитон Ну как пример Элементарным примером Пойдем Представляем В городе появился один брат мусульман И все Все каферы Ну проблема будет Как-нибудь Ну нет Один человек Что там проблема будет Он еле сам передвигается Ну и второй появляется Ну и третий появляется И четвертый появился Мы видим Как четыре человека Там максимум может быть проблема Как нужно омывение сделать И как намаз правильно сделать А потом появляется пятый И Один кто-то уже Начинает появляться И выделяться Или с какой-то фикрой идеей Или что-то он взял И начинается там уже Что? Джамаат двигаться начинает Что-то происходит Джамаат начинает Пятьдесят человек уже Десять нормальных Так шли братья спокойно Ну один появился такой дерзкий Там что-то нам нужно сделать Или что хочет сделать Обязательно появляется такое Может не в десятке Не в двадцатке В тридцатке уже он будет такой И все Джамаат начинается Раскалываться Обязательно Вот эта картинка происходит Чем больше братьев Тем больше вероятности Что тот, который только присоединился Что он что-то новое сделает И сразу же раскол может произойти Например, Джамаат есть И раз кто-то заехал С другого города в этот город И какую-то идею бросил И несколько человек Поддержали его И пошло Волна в Джамаате пошла От этого одного человека И постоянно Эта волна заканчивается Или еще что-то Начинается новая волна Начинается третья Четвертая волна И постоянно что происходит Каждый в свою сторону тянет И как я сказал В свою сторону тянет Имея ввиду Как примере тех направлений Которые сегодня Существуют То один в ту сторону То другой в третью сторону И я не с той стороны Сейчас сижу Чтобы сказать Кто-то прав или не прав Это не мне вообще А я всего лишь с той стороны Хочу подойти Чтобы люди Каждый который есть Справедливо подходил К позиции Той или иной Потому что эти вопросы Ичтихадов Какие-то Ичтихады Могут не приняться А какие-то Могут приниматься Из-за этого Как я сказал Посланник Аллах Заложил нам сиру Свой путь Который Уллах ваален Я считаю И наверное Никто среди них будет спорить Она самая лучшая Конечно Другой вопрос Кто ее как понимает У каждого Своё личное представление К этой силе Беря своего шейха Или еще кого-то Или своих личных видений И уллах братья Личное видение Сегодня те Которые люди занимаются Будь в мечети Те которые обучаются Арабскому языку Или те Которые сегодня Обучаются Курану Я считаю Те которые обучаются Арабскому языку Которые реально Сегодня происходят Уроки арабского языка Я считаю Это самое лучшее То что В действительности Одна из самых лучших Средств Которые сегодня люди делают Это единицы Люди Которые уходят На этот арабский язык Кто-то из них Работает и хоть даже работает, влаживается, приходит и слушает эти уроки. А кто-то из них не работает и тоже приходит и влаживается, не теряет просто так время. А есть, которые не работают и не ходят на уроки. И если честно скажешь, зачем мне арабский язык? Это будет несправедливо. Любой из дней ты можешь попасть в десятильности в ту страну или тебе откроется больше возможности изучения арабского языка. И если у тебя уже есть какая-то база, это уже прекрасно. Вот чем ничто, вот просто не знающим быть, хотя бы минимально знать, это уже большой плюс. Нельзя говорить, зачем я, что я буду доходить. Это халатность. Я считаю, это халатность. Если у тебя есть возможность изучить его и ты не ходишь, это халатность. И изучение арабского языка у тебя потом возможность появиться изучение шариата. Как можешь человек упускать этот шанс? Поэтому это один из самых лучших или самых хороших методов, которые я вижу. А это когда мы изучаем свою религию. Когда человек... Не смысл, братья, мы пришли на урок и арабский взяли. Блай, братья, не в этом смысл, братья. Я скажу вам тонкость такую. Так как человек, который прошел немало в этом направлении. Смысл даже больше, чем прийти арабский поучить. Смысл там будет другой присутствовать. Когда человек приходит, арабский язык берет или Кур'ан. Он, братья, он просто воспитывается. Он учится садиться перед учителем и слушает учителя. Он изменяется, когда он под подобными методами воспитывает себя. Поэтому там не просто смысл что это там алиф, ба-та-са или там аль-байд, аль-калеб эти все слова учить. Зачем мне это нужно? Нет, не в этом-то еще смысл там кроется. Там и больше смысл то, что человек действительно себя воспитывает. Давайте посмотрим. Сколько раз говорили урок заканчивается. Не нужно вставать, не нужно шуметь. И вот сам вижу я лично последние дни, последние уроки. Братья, аль-хамдулля, уже поменьше шуметь. Что мы делаем? После урока, когда встают, не шумят как-то, по крайней мере, то, что я вижу. Это приятно. То есть, когда джаммай уже воспитывается, умеет себя вести, это уже какое-то изменение. Это какое-то уже изменение в направлении. Как это получилось, что человек может спокойно сидеть, спокойно, в новых часах уйти? Это же не получилось, что он на улице увидел брата, он тебе так сказал, и так начал действовать. Нет. Пока ты сам не наткнулся. Пока сам не практиковался, ты не изменился. И отсюда вот тот человек, который на этот ходит на арабский язык, или на Коран, он там вот так и изменяется. он сам там начинает изменяться. Я сам себя помню. Когда я первый раз приехал в Египет и начал учиться. На первых уроках арабского языка сижу. У арабов свои какие-то шутки бывают. А я только приехал с Дагестана, не понимая их шутки. И арабский учитель со мной шутит. И как-то подшутил. А я встал и не понял, начал с ним это жестко как бы. То есть, что хочу сказать. Когда только я приехал, я не понимал, что это он со мной шутит, не шутит. Так дело не пойдет. Но время, когда проходит, уже понимаешь, действительно, не так нужно это все делать. Елена, твой учитель, он над тобой пошутил. А давайте вспомним, когда мы ходили на борьбу, или на абаскет, или еще куда-то, когда наш тренер взвился, не то что над нами шутил, гонял нас просто. А мы нормально терпели, мне так надо. А когда тот человек, который за шариат, тебя учит шариату, и пошутил с тобой, тебе это не нравится. Значит, тренер может тебя и обругать плохими словами, и ударить может, и ты доволен. О, значит, меня уважает, значит, меня хочет действительно поднять. А здесь, а в шариате нет, так не пойдет дело. А? Так получается. Поэтому воспитание, братья, воспитание это очень важный аспект. Вот эта невоспитанность потом везде проявляется. И мы должны влаживаться в этот аспект. А это воспитание. Если посмотрим, хизбу тахрин, влаживание денег куда идет? Все влаживание денег идет на какие-то ролики, озвучивание роликов, сайтов, на еще что-то. А если мы посмотрим, другая сторона братьев влаживается на студентов. Сколько денег уходит на студента, чтобы прокормить одного, второго, третьего, четвертого? То есть, влаживание на знания. Акцент больше идет на знающих людей. А в хизбу тахрин, на каляв, на разговор, реклама, или еще что-то. Так происходит. Посмотри из них, кто требующий знаний. Если даже есть, я их видел, вообще не учатся. Смысл один был призывать только, чтобы к ним присоединились. Сядь в любую масавию шариатовскую, садись с ним, разговаривай. Не может разговаривать человек. Потому что он учится, не чтобы учиться, а учится, чтобы присоединиться к тем людям, которые учатся. Или к той массе, или тому местности, там, где много людей, и там что-то, что-то раз разделалось. Поэтому здесь важный раздел, а это, братья, вот это обучение, которое сегодня происходит у Лая, братья. Тот, кто в действительности хочет серьезно подходить, я считаю, это лучший метод сегодня, а это ходить на уроки. Уроки, это один из самых сильных разделов воспитания нафса, своего личного нафса. И она поможет в дальнейшем и знания никогда не мешают. Аллаху Аля. Я здесь затянул, и, иншаллах, сейчас переходим к нашему главному разделу. А это Сири. На том уроке мы остановились на том, на Сири, на жизни Ибрагима, алейхиссалям, в Исмаиле, как они построили Кабу, строение Кабы. Мы об этом затронули, потому что это важно знать Каба, потому что это связано с Меккой, связано с дальнейшей жизнью посланника Аллаха, саллилуха, алейхиссалям. И, в действительности, как у Аллаху упоминают, то, что Всевышний Аллах как бы избирает то, что хочет. Всевышний Аллах захотел сделать, чтобы Каба или центр была Мекка, и он ее сделал. Мы упомянули какие-то приблизительные причины, почему все-таки Аравийский полуостров, и почему в конечный итог это Каба. Ну, все, что бы там ни было, мы знаем точно, то, что Всевышний Аллах как захочет, так он и сделает. Значит, он выделяет одно место от другого места. Он захотел сделать это место, и он сделал. Как точно так же, как Всевышний Аллах вознесся на трон, он это захотел, и он это сделал. И это ему было, и так он решил. И точно так же места, как, например, Мекка. И Всевышний Аллах сделал это место, и дал ему хасаис, дал ему какие-то признаки, или какие-то качества, которых в других местах нет. значит, у Каабы, мы как заметим, есть свои качества. Как посланник Аллах салли Аллаху алейхи вассалям сказал, «Ман ата гэдаль байт фалям ярфуз валям явсук ра-джа кайяму валя датху умму». Если человек пойдет к этой Каабе и не будет разговаривать так как запрещенным методом, или не будет делать греховное, то он вернется себе домой точно подобно как его мать родила. То есть, как будто мать его только родила, имея в виду, что его грехи будут прощены. То есть, смотрите, этот дом, у него есть какое-то качество, что нету никакого дома такого качества. То есть, ты не можешь сделать, пойти к своему соседу, вернуться домой, и у тебя все грехи очистились. Нету такого качества у другого дома. Значит, Всевышний Аллах сделал какое-то качество этому дому. Точно так же в другом месте посланник Аллах сказал, то, что ему будет даровано джанна, то есть, рай, если все грехи прощаются. И здесь Всевышний Аллах дарует ему раем. Опять же, другое это достоинство. Также посланник Аллах сказал, Аллаху сказал, «Валлахи иннаки ля хайру арду Аллахи ва хаббу арду Аллахи иля Аллах. Валяу ля ани ухриджду минг махар рачду». Посланник Аллах говорит, поистине, ты самая лучшая земля у Всевышнего Аллаха или к Всевышнему Аллаху. То есть, ты лучшая земля у Всевышнего Аллаха. То есть, Мекка. Если бы мой народ меня не выгнал бы с этой земли, я бы не вышел с тебя. Это когда он сделал хиджру. Мы видим, то что эта земля это самая лучшая или одна из самых лучших мест. И здесь одно из достоинств Мекки то что даже когда мы справляем свою нужду, даже когда справляем свою нужду, шариат запретил направляться на эту сторону. То есть, обратите внимание на сколько это место оно имеет место в Исламе. Что даже с правления нужды мы должны стараться не направляться. И одно из мнений ученых даже если ты будешь находиться в Хамаме в том месте там где справляют нужду. Но видим какое достоинство этого местности. Также есть достоинство потому что этот первый дом был построен. как мы на том уроке упомянули то что Абу Зар спросил какой первый дом был построен на земле? Мечеть. Он сказал мечеть это мечеть Мекки. Мазли Харам. Потом он сказал какая? Потом Акса он говорит. И между ними 40 лет. Из-за этого мы видим первую мечеть это было построено мечеть в Мекке. Это Каба. Также есть достоинство этой местности в Мекке о том что если человек туда заходит то ему есть определенные когда он находится в храме то определенные обряды есть которые он должен учитывать. То есть не убирать волосы с тела или не должен голову закрывать чем-то или должен одеть определенный храм одеяние не так как ты обычно ходишь. Или ты не можешь в этой местности дерево ломать или ветки ломать. То есть есть определенные качества опять же достоинства Мекки над другими городами. И эти достоинства на действительности если мы посмотрим сегодня например категория людей бывает так которые пытаются сделать подобную Мекку в своей местности. например в каждом принципе если говорить так в каждых странах оно существует. У нас в Дагестане есть села есть места которые говорят практически заменяют Мекку. Там сколько-то раз ты туда сделаешь это с тебя хадж спадает. То есть получается этот человек хочет взять сказать что конечный итог и все обряды хаджа которые делаются в хаджи там тоже нужно делать что ли? То есть где мякад где там нужно переодеться в специальное место. Или значит получается в этом селе нельзя дерево ломать нельзя все то что запрещается в Мекке там тоже запрещено делать получается. Получается все обряды которые там происходят тоже нужно делать сафа вальмарва мина эти все обряды они тоже там что ли есть? получать конечный итог задастся вопрос задастся вопрос тому человеку который это делает или такое говорит зачем ты все делаешь? Ну конечно понятно из причин один из причин как у он постоянно что-то новое хочет ему как бы неинтересно бывает одно и то же когда скажем в нашем этом примере если мы скажем делай если народ всегда продолжал бы такую ношество не сделал бы продолжал постоянно хач делать кому-то из людей видимо как-то скучно стало ну постоянно в Мекку ехать в Мекку ехать давай здесь тоже что-то сделаем это есть обья то есть природное заложенное у человека он как бы устает одно и то же что-то он новое хочет сделать потому что на самом деле Всевышний Аллах так сделал что как бы все вокруг изменяется не одно и то же например как скажем зима лето весна осень человек устает иной раз от лета ему хочется что-то какая-то другая погода Всевышний Аллах специально сделал чтобы человек на одном и том же темпе не был и отсюда эти люди уже начали использовать это в шариате отсюда они взяли и начали использовать в шариате и потом самое сильное что они пытаются это связать что какой-то знающий человек сказал какой-то знающий человек сказал то есть косвенно говоря поучиться этот знающий человек сказал о Всевышний Аллах или о посланник Аллаха ты забыл там еще Дагестан тоже там тоже есть место аузабеля так что ли получается поэтому подобное действие подобные выражения это очень опасные те которые так говорят и те которые так пытаются заложить и то что вот это место Мекка у нее есть свои качества которые в других местах нет но эти качества не из-за того что кто-то что-то делает в этой местности она стала другими качества приобрела лучшие качества чем другие нет а в своей самой земле местности есть достоинства чем на другие местности или более конкретнее хоть даже никто хадж туда не делал бы никаких обрядов там не было бы то есть те люди которые оживляют эту землю даже если их не было бы она имела бы достоинства по-другому скажем разве нету разницы или какая разница между Муса алейхиссалям и между фараоном какая между ними разница из-за того что Муса алейхиссалям поклонялся Всевышнему Аллаху вот эти действия которые он делал он из-за этого лучше стал или сам по себе как человек как кости мяса отобраны у него есть достоинства над другим человеком поэтому не просто действия или то что Муса говорил или делал нет как человек он имел достоинство больше чем другой человек и то же самое эта земля имеет больше достоинства как например другой миск миск и наджаса и между ними есть разница конечно есть разница не из-за того что запах миска приятный а наджаса неприятный нет в своей в основе сущности между ними есть разница точно так же и в этой земле над другими землями есть разница а если человек скажешь нету разницы кроме как тот что там делается или тот человек который что делает то тогда он сравнит Муса с фараоном или посланник Аллаха с кем с Абулягабом так придется его сравнить это одно и то же просто посланник Аллаха с Абулаком понял достоинство что он увещевал людей этот процесс увещевания его сделало лучше так получается что из-за этого здесь Всевышний Аллах отбирает кого захочет как Всевышний Аллах захочет так он и сделает Аллаху А'аляму Хайфу Яджалу Исалата Аллах знает кому давать это послание Аллах отобрал людей и дал им послание как точно так же как Всевышний Аллах выделяет какие-то определенные дни например месяц Рамазан Рамадан над другими днями над другими месяцами этот месяц у него достоинство у самого как месяца над другими месяцами Всевышний Аллах так его выбрал выделил и точно так же месяц Рамадан 10 дней последних на первых 20 дней у него достоинство. И среди 10 дней этих один день над всеми 9 днями достоинство. Поэтому мы заметим Всевышний Аллах отбирает, выделяет места, времена, людей. Это мудрость Всевышний Аллах. Так как Всевышний Аллах захотел, он это сделал. И у аллама разногласится, что, например, лучше первые 10 дней Зульхаджа или последние 10 дней Рамадана. Потому что мы знаем и там достоинство пришло, и там достоинство пришло. Поэтому некоторые у аллама говорят, например, 10 дней месяца Рамадана лучше, как 10 ночей. А 10 дневных дней Зульхаджа лучше, над Рамаданом. То есть это одно изменение, другое изменение, другое изменение. То есть у аллама, конечно, здесь дает свое мнение, как бы ни было, оно достоинство, оно есть. И мы смотрим, почему Всевышний Аллах сделал это достоинство. Всевышний Аллах так, как захочет, так он и сделает. И сделал он ее. Как, например, из других примеров, что лучше? Йомуль-Джума'а, пятничный день, или Йомуль-Арафа, или День Арафата. Что из этих дней лучше? Опять же, здесь мы видим, у аллама будет говорить. Одни так говорят, другие так говорят. И здесь есть смысл один нас, а это то, что Всевышний Аллах, так как захотел, так он и выбрал, и сделал эти дни. Я думаю, наверное, здесь остановимся. Просто сейчас мы будем уже заходить. Здесь нужно нам как бы целый урок. То зайдем, и уже долго у нас идет время. На этом остановимся, иншалла, да, братья? Ваахрда, ваахрда, анаюль-хамдуллахи, Робби, анаюль.